Послание Отца Абсолюта 12 мая 2024 года Без истории и образования Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении нашего разговора о преступлениях против детей сегодня я хочу остановиться еще на одном аспекте, касающемся современной образовательной системы во многих странах мира. И речь идет о том, как искусно научились представители глубинного государства переписывать мировую историю в угоду своим собственным сиюминутным интересам. Выросло уже не одно поколение людей, которые не имеют реального представления о том, что происходило в мире и их собственных странах не только сотни лет назад, но даже в новейшей истории. И объясняется это тем, что на ключевых постах в высших эшелонах власти находятся не самостоятельные личности и защитники своих стран, а те, кто полностью зависит от своих хозяев и беспрекословно исполняет их заказы. А хозяева прекрасно понимают, что именно оттупление будущего поколения является тем ключом, который открывает им доступ к сознанию людей и позволяет направлять его в нужном им направлении. Поэтому практически повсеместно глубокое и всестороннее классическое образование, которое практиковалось во многих странах мира еще несколько десятилетий назад, очень быстро сменилось примитивным и поверхностным. Но главное, что эта система строится таким образом, что детей отучают думать самостоятельно, и все сводится к тому, чтобы они заучивали уже готовые ответы на заранее составленные для них вопросы. На самом деле все это не так безобидно, как кажется, поскольку настраивает работу мозга человека на автоматическое, а не творческое восприятие действительности. Любой учебный процесс, как и все остальное в вашей жизни, несет в себе энергию определенных вибраций. Но если творчеству и созиданию свойственны высокие вибрации, то простое заучивание готовых ответов имеет очень низкие вибрации. Именно поэтому в последнее время образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях построен таким образом, чтобы разучить детей, подростков и молодых людей думать самостоятельно. Так создается та самая серая масса, которую легко управлять, что и является основной целью глобалистов. Повернуть эти процессы вспять быстро уже не получится, поэтому особая ответственность лежит сейчас на каждом пробудившемся человеке, особенно на старшем поколении, который еще помнит, каким должно быть настоящее образование и настоящие учителя. Старайтесь, мои родные, больше разговаривать со своими детьми и внуками, рассказывать им об истории своей страны, своей семьи, о мировых процессах, происходящих сейчас на Земле, вскрывая их истинную суть и причинно-следственные связи. Не надейтесь на то, что кто-то другой сделает это за вас, поскольку учителя и преподаватели уже не свободны. При всем своем желании они должны следовать навязанным вам сверху программам и концепциям. И по мере того, как уходят старшие поколения преподавательского состава, на смену им приходят уже те, кто полностью зависит от нынешней системы управления и не волен что-либо изменить в современной образовательной системе. С детства прививайте своим детям привычку доискиваться до истины самим. Учите их находить альтернативные источники информации, подвергать сомнению догматический подход к любым явлениям и событиям их жизни. Другими словами, старайтесь развивать в них творческое и созидательное мышление, а также интерес к историческим процессам и закономерностям. Это позволит им смотреть на мир своими, а не чужими глазами, делая свои собственные выводы, а непослушно повторяя то, что пытаются вложить в их головы приспешники глобалистов через официальные средства массовой информации. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова